Архип Лабахуа в очередной раз удивил еще одну и граню своего таланта. Предметный дизайн, по его собственным словам, всегда интересовал художника, особенно в его минималистском стиле. Светильники, вешалки для одежды, деревянные кресла – все эти предметы, по мнению автора, могут быть не просто функционально полезными, но и украсят любое жилище. Кроме того, эти предметы обладают элементами юмора – хохмы, как говорит Архип Лабахуа. Это тот набор предметов, небольшой, над которым я работал, в буквальном смысле 10. Это мало, наверное, мало, но это не являлось основным занятием. Кроме этого, еще были какие-то вещи, которые отвлекали. Но не могу бросить эту сферу, потому что мне очень интересно этим заниматься. Нужно учитывать определенные моменты и интересно думать в этих рамках. Предметы выставки составляют интерьер квартиры самого автора. После экспозиции они вновь займут свои места. Как, к примеру, этот велосипед, созданный мастером вручную. Я сделал этот велосипед для собственных детей. Это промежуточная форма для самых маленьких. То есть он без педалей, он просто ребенок ножками. И он абсолютно живая модель. Они пользовались буквально до трех лет. Сейчас тоже иногда садятся. Создавать вещи максимально функциональные и в то же время эстетически привлекательные Лабахуа учился у знаменитого современного дизайнера Филиппа Старка. О влиянии этого мастера на творчество Лабахуа говорил и сам автор, и его друзья-художники. Выражение Филиппа Старка, что красивая вещь, она не должна быть в единичном экземпляре. Она должна быть доступна. И каждый предмет, который здесь представлен, мне кажется, это предложение поменять ваш угол зрения на привычные вещи. То, как он пытается не украшать предмет, а вникать в его суть, не бояться препарировать его и вытаскивать какие-то новые формы и решения. У Архиппа все-таки есть такая вот игра с формой. То есть там есть, когда иногда это сознательно, иногда интуитивно, но он все-таки чуть-чуть декорирует вещи. По-своему, правда, но все равно. У него на самом деле мозг такой дизайнера. Он вообще, вот он такой технический какие-то элементы. И тогда он анализирует, делает, и им это нравится. Это вообще-то тема увлекательная, поэтому ничего удивительного. Детский велосипед, предметы интерьера, светильник в виде космического корабля и многое другое – лишь элементы одной инсталляции, объединенные авторским отношением к жизни, некой ироничностью и пониманием того, что людям для полноты существования нужны практичные вещи, которые в то же время смогут поднять настроение. Этот посыл восприняли многие посетители выставки. Везде вот такие удивительные задумки у него. И исполнение – это ведь не просто все сделать. Вы видели его руки? Это руки скульптора и работяги, в общем-то. Но несмотря на то, что руки ремесленника, голова талантливого и удивительного человека, я так считаю. Это удивительный человек, который живет рядом с нами. Он помогает нам заглянуть на привычные вещи с непривычного ракурса. И в целом, я думаю, что это вызывает в зрителя стремление к неординарному мышлению в общем жизни. Ну, мне кажется, что это самое главное. Друзья и поклонники творчества Лабахуа желали художнику успехов, в том числе и в реализации его замыслов. В практическом смысле это налаживание производства дизайнерских предметов интерьера неким отечественным предприятиям. Пока, к сожалению, они остаются только экспонатами авторских выставок.